Приветствую вас! В первую очередь нужно понять и принять для себя то, что ваши желания являются чем-то нормальным, чем-то естественным, чем-то правильным, хорошим и, в общем, полезным для вас. То есть, то, что стимулирует вас к тому, чтобы как-то вот выносить мужчинам мозг, да, то, что стимулирует вас это делать, это является абсолютно нормальным. То есть, за этим скрываются вполне естественные потребности, вот, за, ну, за тем, что вы делаете. Вот. Но! Есть только разница, что вы свои потребности удовлетворяете, ну, не совсем адекватно, может быть. Вы свои потребности удовлетворяете, может быть, не совсем правильно. Вы свои потребности удовлетворяете, может быть, не совсем так, как это нужно было бы. И, связано это именно с тем, как вы привыкли реализовывать их свои, ну, свои потребности. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, ситуация здесь, основная ситуация здесь заключается в том, что вы, ну, с одной стороны вы, конечно, боитесь. С одной стороны вы, конечно, боитесь, вы боитесь остаться одна, по понятным причинам вы боитесь остаться одна. Потому что вы себя не принимаете полностью и целиком. Ну, вот. С другой стороны вы хотите, значит, любви. С другой стороны вы хотите именно для себя, вы хотите любви. Для себя вы хотите принятия. Для себя вы хотите понимания. Ну, вот. И для себя вы хотите какой-то обратной, может быть, связи. Ну, вот. Которая, которая, иначе, ну, по-другому, да, вам не доступна. Вот. И, соответственно, я полагаю, что ключевой момент здесь, именно в этом. А, в том, чего вы хотите. И потому я для начала рекомендовал бы вам разобраться со своими потребностями. То есть, вот. Почему вы, значит, выносите мозг мужчине? Что за, что за этим, собственно говоря, стоит? За тем, что вы выносите ему мозг. То есть, с чего вы хотите, что вам нужно. Вот. С чего вы желаете. Потому что вот эти вот потребности, которые вы удовлетворяете, да? Вот. Их нужно реализовывать. Эти потребности. Но только немножечко не так, а по-другому. Вот. Поэтому я рекомендую вам разобраться именно со своей мотивацией. Да? Именно со своей мотивацией. Эээ. Чего вы в первую очередь хотите. Эээ. Вот. Что вам в первую очередь нужно для себя. И уже, эээ, дальше, уже потом, эээ, можно будет выстраивать отношения куда более адекватные, да? Чем вот вы выстраиваете сейчас на данный момент. А вот. Эээ, как вам, в принципе, и сказали мои коллеги, да? Эээ, это и, в общем, неуверенность в себе, это, в общем, и страхи, это, в общем, и какие-то еще вещи, какие-то еще. Эээ, моменты. Вот. Эээ. Эээ. Которые, собственно, вам нужно будет разобрать. И, пожалуй, самое главное здесь, это не отрицать. Чего бы то ни было. То есть, не отрицать свои желания, не считать, что вы не правы. Не думать, что вы, эээ, не должны чего-то, эээ, как-то, как-то делать. Да? И так далее. Вот, эээ, от этого не нужно отказываться. И если вы не будете отказываться от того, чего вы хотите, то ситуация, на самом деле, будет складываться для вас только позитивно. Потому что, эээ, вы признаете, что у вас есть какие-то потребности, вы признаете это, и вы сможете их адекватно реализовывать. Свои потребности. И я думаю, что, вот, эээ, с этого момента и начнется, эээ, ваша, значит, эээ, ну, ваша адекватность, ваша правильная позиция. Вот. Ваше, ваше нормальное поведение, поведение. Вот. Эээ, эээ, и мне кажется, что вот так вот вы и сможете, эээ, значит, реализовывать себя с мужчиной без давления на него. То есть, посмотрите, ради чего вы давите на него, чего вы хотите, эээ, чего вы желаете, эээ, давя на него, чего вы добиваетесь, давя на него. И я полагаю, что именно, эээ, исходя из данных аспектов, вам уже можно будет исходить. И тогда, тогда, эээ, если вот, ну, вы будете исходить из этих аспектов, всё, всё нормализуется для вас. Для вас всё нормализуется, для вас, эээ, всё будет гораздо лучше. Вот. Ну, эээ, необходимо разобрать всё же именно причины, по которым подобная, подобная ситуация происходит. Вот. И, тогда вы сможете, соответственно, уже что-то делать. Пока определитесь тем, чего вы хотите, чего вы хотите, вот, ну, какие желания вас, эээ, стимулируют, эээ, вот, как поступать. Да, дальше будет видно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам всегоaver. Я желаю вам всех, пока. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует...